МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко о главном. Один день из жизни полицейских горожанам предложили попробовать себя в роли участкового инспектора. Конкурс умников и умниц в Муравленко подводят итоги межрегиональной предметной Олимпиады школьников. Мини-футбол в школу в рамках общероссийского спортивного проекта в Муравленко определяют лучшую футбольную команду. На Ямале в следующем году объемы промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2012 года увеличатся на 9%, сообщает информационное агентство Северпресс. В 2016 году рост составит 18%. Такие данные содержат прогноз социально-экономического развития региона, который сделал окружной департамент экономики. Динамику развития промышленного комплекса во многом определит изменение объемов добычи полезных ископаемых. На основании бизнес-планов компании нефтегазового комплекса добыча природного газа в 2014 году к уровню 2012 вырастет на 3% и составит 557,2 млрд кубометров. В 2016 году добыча достигнет 572 млрд кубов, увеличившись почти на 6%. Добыча нефти в 2014 году составит 22,8 млн тонн, что на 0,1% выше уровня 2012 года. Но уже в 2016 нефти добудут 32 млн тонн, что на 40% больше, чем в 2012 году. Резкий рост добычи нефти обусловлен выполнением транспортных проектов. Они позволят вовлечь в разработку ряд крупных нефтяных месторождений. Сегодня в Ямал-Ненецком автономном округе прошла акция «Один день участкового уполномоченного полиции». Мероприятие приурочено к профессиональному празднику участковых, который будет отмечаться 17 ноября. В акции приняла участие и наша съемочная группа. Подробности у Эрнеста Бавшина. На протяжении всего дня жители Ямал-Ненецкого автономного округа имели возможность поближе познакомиться со службой офицеров полиции, узнать, какие задачи они решают и в каких условиях трудятся. Граждане, решившие поучаствовать в акции, на себе могли испытать все тяготы, лишения, а также романтику службы участкового полномоченного полиции. Мероприятие со стороны жителей города принимает наблюдательный характер. То есть один день из жизни участковых, выразимся так. Сейчас, значит, к вам, будем так говорить, будет закреплен один участник этой акции. Наша съемочная группа была закреплена за участковым Владимиром Гатаулиным, а со стороны жителей города в акции принимала участие Светлана Рудницкая. Дружной компанией отправляемся выполнять повседневную работу участкового полномоченного. У нас рабочий день начинается от часов в 8 утра, и до последнего пока не прекратим. Примерно до 11 часов вечера, как бы, и без выходных. А ночью? Ну, ночью у нас также остается один дежурный участковый на весь город, как бы, и то он выезжает на все семейные конфликты, происшествия, преступления, выезжает участковый у нас дежурный. Светлана Рудницкая о работе участковых знает не понаслышке. Она работает в детском саду «Солнышко» и часто совместно с полицейскими навещает неблагополучные семьи. Вы знаете, я думаю, что эту профессию, наверное, идут те люди, которые, наверное, по долгу своих таких каких-то личностных качеств отвечают порядочностью. У них развитое чувство, наверное, сопереживания, терпения, коммуникативные очень хорошие способности. В ходе сегодняшней акции совместно с участковым Владимиром Гатаулиным мы посетили три адреса, по которым проживают люди, находящиеся под постоянным наблюдением, стражей порядка. Это муравленковцы, злоупотребляющие алкогольными напитками, условно осужденные и те, кто имеет оружие. И так каждый день. Такой график выдержит, наверное, не каждый человек. Не надоело бросить неохоту? Нет. Я уже с 90-го года, как бы, раньше в милиции, теперь в полиции. И как бы, нет, привык. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Главный пожарный Ямала встретится с муравленковцами и ответит на их вопросы. 21 ноября в актовом зале Муравленковского гарнизона пожарной охраны состоится встреча жителей города с начальником Главного управления МЧС России по Ямалу полковником Аркадием Бессоновым. Тема – обеспечение пожарной безопасности, профилактика пожаров, а также осуществление надзорной деятельности на территории города. Как сообщают в управлении, горожане смогут напрямую задать вопросы, поделиться предложениями и оценить работу муравленковских спасателей. Управление транспортного обеспечения «Газпромнефть» Муравленко возглавил новый руководитель Иван Бешаник. Это один из самых ответственных постов на предприятии, ведь месторождения находятся за пределами города, их необходимо своевременно обеспечивать специализированным и пассажирским транспортом и, кроме того, содержать в порядке ведущие к промыслам автодороги. Свой трудовой путь Иван Бешаник начал с рабочей специальности. После службы в армии устроился автослесарем на Венгоехинское месторождение, филиал одной из транспортных компаний. Затем, после окончания Тюменского нефтегазового университета, уже стал руководителем филиала. Последние годы жил и работал в Ноябрьске. Сервисная транспортная компания также возглавляла одно из транспортных предприятий города. До этого момента я находился по другую сторону, на стороне исполнителя, предоставлял эти услуги. Теперь я являюсь на стороне заказчика. Это диаметрально противоположная должность, но знание работы с той стороны помогает мне работать на этой стороне. На должность начальника управления транспортного обеспечения «Газпромнефть Муравленко» Иван Мещаник был назначен не так давно, но первое мнение о коллективе управления у него уже сложилось. Специалисты высококлассные. Само предприятие транспортной перевозки не осуществляет. Это задача подрядчиков. Наша задача найти его, такого подрядчика, у которого есть такой транспорт, который подойдет и выполнит нами поставленную задачу. Самым главным качеством профессионала новый руководитель управления называет работоспособность. Специалисты обязаны уметь эффективно работать. Это требование Иван Мещаник предъявляет не только к себе, но и к своим подчиненным и фирмам-подрядчикам. Как говорят, лень делает любую задачу невыполнимой. Поэтому над любой работой нужно просто трудиться, нужно понимать. Человек, который много лет работает в какой-то отрасли, понимает ее и знает от и до. Эти знания должны им помогать во всем. Фрунт работ начальнику управления предстоит освоить немалый. В задачах его ведомства – обеспечение нефтяников пассажирским транспортом, специализированной техникой, которую используют в производстве. И кроме того, необходимо еще и обслуживать автодороги, ведущие к месторождениям. Если сложить их воедино, то по ним можно было бы доехать от Муравленка до Челябинска. Евгений Дегтяренко, Вадим Брачек. Новости нашего города. 15 ноября начинается второй этап Всероссийской предметной ученической олимпиады. В нем будут участвовать победители школьного тура. А в Муравленка подвели итоги муниципального этапа межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам, участниками которой стали 15 учеников 8-11 классов. Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам проходит между турами Всероссийской. И по ее правилам победители школьных этапов выступают в муниципальном. Один из наиболее ответственных моментов – защита исследовательских проектов. Темы разные – хантыйские обряды и быт, условия проживания ханты, памятные места города, качество воды в реках и озерах, близ Муравленка и другие. Дарья Мальцева и Анастасия Звягинцева, учащиеся из первой школы, вместе писали работу на тему «Природа Ямала глазами поэтов». Исследовали литературные произведения местных писателей, в которых говорится о бережном отношении к ямальской земле. Она имеет практическое применение непосредственно для всех, так как это бережное отношение к природе, в которой мы все люди нашего мира, а именно Ямала, так как мы рассматриваем Ямал, должны относиться к бережно. Поэтому мы нацелены на все население, которое будет ознакомлено с нашей работой. Мы будем распространять идею этого бережного отношения на Ямале детям, даже в нашей школе. В жюри представители эколого-краеведческого музея, интерната для детей коренных народов Севера, образовательной сферы. Отмечают, что ребята проявляют большой интерес к теме краеведения, а число участников Олимпиады по этому предмету с каждым годом растет. В этом году мы даже выставили на Олимпиаду, это впервые мы сделали, на Олимпиаду по родным языкам. Повезем ли вокруг, не повезем, то есть мы будем это решать, потому что отнестись к этому очень серьезно. То есть впервые в городе прошла Олимпиада по родному языку народа ханты. Сама Олимпиада состоит из трех этапов. Школьники участвовали в викторине по вопросам краеведения, защищали исследовательские проекты, а после экскурсии в городской эколого-краеведческий музей писали эссе. По итогам всех испытаний победителем признана Юлия Гнатюк из многопрофильного лицея, призеры Полина Половко из второй школы и лицеистка Ольга Хрептик. Также несколько участников отмечены грамотами. Татьяна Сорокина, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Далее новости спорта. Муравленковские школьники разыграют награды юношеского первенства города по мини-футболу «Золотая осень». Турнир проходит в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и в нем участвуют команды всех городских школ. Игры стартовали в начале недели. В них принимают участие 10 команд. 5 в старшей возрастной группе юношей 1998-1999 годов рождения. И столько же в младшей спортсменах 2000-2001 годов рождения. Матчи продолжаются каждый день с 12 до 14 часов. Завершатся соревнования в пятницу. Победители получат право представлять город в окружном мини-футбольном первенстве. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Подробную информацию о том, что произошло в городе и регионе за последние часы, вы всегда можете узнать на сайте события «Муравленко». Ресурс также доступен по адресу muravlenko.rf. Смотрите выпуски новостей нашего города в Ютьюбе. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 14 ноября в Салехарде минус 6, ветер восточный до 5 метров в секунду. В ноябрьске 5 градусов мороза, южный ветер до 4 метров в секунду. В Муравленко 14 ноября минус 4, ветер северный до 4 метров в секунду.